Активисты группы оперативного штаба Карачао-Черкесии, которого возглавляет голова республики Рашид Тимрезов, передали машину скорой помощи правокубанской участковой больницы, где в настоящее время развернулся стационар инфекционного отделения на 65 коек. Теперь, благодаря новому транспорту, работники больницы поселка Прокубанского смогут достаточно оперативно оказывать медицинскую помощь жителям. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. С появлением новой машины скорой помощи работники правокубанской участковой больницы будут оперативно и своевременно выезжать на вызовы. Представитель группы оперативного штаба Карачао-Черкесии, депутат Народного собрания республики Наурус Тимрезов, передал ключи заведующей больницы Уразимы Лайпановой. Он также пожелал врачам терпения и успехов в оказании помощи больным. Это не только вам машина, уже по всей республике розданы машины. И еще на подходе, еще около 10 машин, то есть никто не останется без помощи, всем окажется помощь. И дай Аллах, чтобы мы поскорее забыли эту болезнь, преодолели эту болезнь. И вот на самом деле в каждую семью, в каждый дом я желаю, чтобы пришло вот это счастье, вот это и здоровье лично каждой семье, каждому дому, каждому двору. В свою очередь медицинский персонал правокубанской участковой больницы выразил свою благодарность всем, кто принимает активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией и оказывает помощь медикам региона. Мы очень рады, спасибо огромное. Дай Бог, чтобы у этих ребят всегда была силы, возможность и помогать всем страдающим. Мы никогда не подведем, будем трудиться во благо наших людей, наших родственников, наших земляков и на благо всей России. И мы очень благодарны и главе, и этим ребятам. Дай Аллах вам много-много здоровья, чтобы вы всегда могли помогать страдающим людям. По словам самих медработников, прежний автомобиль был уже давно изношенным и требовал ремонта. Поэтому они работали на машине, предоставленной Карачаевской центральной районной больницей. Но теперь проблема с автотранспортом полностью решена. В новой машине скорой помощи есть все необходимое для транспортировки больного и оказания первой помощи. Это, конечно, не сравнит со старыми машинами. На нем быстро поедешь, все как надо сделаешь и спокойно вернешься. И больному хорошо, и нам, водителям, хорошо. Другими машинами было мучение, конечно, да, были проблемы. Но эта машина уже современная машина, конечно. Мы рады, конечно. Важно отметить, что служба скорой помощи правокубанская участковая больница обслуживает не только поселок, но и соседние аулы. А сейчас в период пандемии нагрузка выросла втрое. И новый служебный транспорт позволит быстрее прибыть к пациенту и оказать необходимую медицинскую помощь. Аль-Халип Шоков, Али Бастана, Вести, Карачаева, Черкесия.